Здравствуйте! Вот насколько судьба играет цивилизациями. Мы вот сейчас себе представляем источник всех знаний, особенно знаний в области общественных наук, это Европа, европейская цивилизация. Мы знаем великих экономистов, Маркса, понятное дело, все марксисты знают. Да, знаем мы Адама Смита, Дэвида Рикардо, вот это классическая английская политическая экономия. 18 век, вот он, бурный расцвет капитализма. А вот я вам зачитаю. Ибн Хальдун. Это вот по-европейски вот так вот звучит его имя. А правильно, я вот из уважения прочту, Абузейд Абдурахман им Мохаммед Аль-Хадраш. Вот. Ну, я не уверен, что я правильно произнес. Жил он в 14 веке, 1332-1406 годы. И жил он в Тунисе. Ему там даже памятник стоит. И вот, когда знакомишься с его, так сказать, представлениями об экономике, ну, просто диву даешься, а вообще, зачем потом все это придумывали? Да, вы не поверите. Например, есть такой вот у него классический закон спроса и предложения. Знаете, мы всегда проходим. Чем больше, значит, цена, тем меньше спрос. Чем больше цена, тем больше желающих этот товар продавать, да? Вот. Понятное дело. Ну, это вот от него, что он еще этим вопросом занимался, объяснял. Да, он очень много потратил сил своих научных на то, чтобы разобраться с проблемой, как же в государству, да? Понятное дело, что он все-таки человек-то ученый, по-нашему говоря, философ. А за счет чего это живет философ? Он же не торговлей занимается, он должен кому-то служить, да? Ну, он и служил, там, переговоры где-то участвовал, еще что-то делал, совет подавал. То есть, совет подавать начальству. А начальству самый простой совет такой – не давить народ налогами в меру. Вот есть такая кривая, называется кривая ляфера. Не путать с графом де ляфер, это просто ляфер. Это уже почти что наши современные дела. Значит, француз, кривая такая. Ну, это вот типа перевернутая парабола, видите, вниз. И, значит, количество собранных налогов. Значит, по горизонтальной оси, вот так идет горизонтальная ось, это, значит, процент, который собирается налогом. Это от нуля до ста. Больше ста процентов все равно не возьмешь. Вот, ноль – ничего не соберешь. Сто процентов – тоже ничего не соберешь, потому что никто работать не будет задаром. А где-то в серединке есть максимум. Так вот, идея была вот такая вот – к этому максимуму приближаться. Если вы, говорит, уменьшите налоги, то в любом случае у вас вырастет налогооблагаемая база, потому что усилится активность. Ну, вот, например, почему так богато живет Америка, знаете? Не знаете? Потому что она пользуется заветом Ибн Хальдуна. А вы думали, все благодаря Джорджу Вашингтону. Нет, Ибн Хальдун. Вот, это вот его идея. Значит, американцы точно так и делают. Расходы правительства американского финансируются за счет государственного долга. И поэтому, значит, что получается? Получается удивительная вещь. Это уже в современном положении дел. Смотрите, что получается. Значит, продаются облигации госдолга. Значит, поэтому меньше взимается налогов со своей корпорацией. Раз меньше налогов с корпорацией, значит, у них больше доходность. Поэтому в эти корпорации люди стремятся вложить деньги, в том числе и за рубежа. Да, корпорации активно продают на рынке ценных бумаг свои облигации. Ведь рынок, американский рынок ценных бумаг, это главным образом рынок облигаций. Вот в Европе это главным образом рынок акций, а там них облигации. Вот, пожалуйста, туда несут со всего света деньги. Вот, и это создает, значит, растущую экономику. Поэтому в безопасности госдолг, да, и вдают ещё хорошо в долг, если деньги есть лишние, давай вложим в госдолг, чтобы сэкономить, сэкономить, сэкопить. Он будет давать всё-таки прибыль какую-то, да. Вот, вот так вот, по пользу и заветами Ибн Хальдуна процветает Америка экономически. Вот, но если вернуться в те времена, то, наверное, пионером в области освоения творческого наследия Ибн Хальдуна знаете, кто был? Сейчас скажу. Это было время, ведь вы помните, какое время-то. Это было время, когда, значит, харезмский, не харезмский правитель, то он, вру я, он не из харезма, он из Самарканда. Самаркандский правитель Тимур в завоевании вёл. Кстати говоря, где-то даже посылали этой Ибн Хальдуна с Тимуром переговоры вести. Вот, это во-первых. Во-вторых, значит, в ту пору в Орде, Орда для нас была, это, как сказать, мы были элементами этой империи монгольской, медленно-медленно распадавшейся. Вот, в Орде была великая заметня, так говорится, смута была. Делили власть, непонятно, кто у этого власти будет. И от ту пору к власти пришёл молодой, прогрессивный человек, которого звали, ну, относительно молодой, Мамай. Вот у нас в нашу историю он вошёл как Мамай. Мамай был, если верить, значит, некоторым авторам, не монголам, ну, точно он не был чингизидом. А как мне одна дама чингизид говорила, править миром могут только чингизиды. Вот, он, значит, править миром могли только чингизиды, вот, а он не был чингизидом, он был то ли кореец, то ли китайец. Вот даже так намекают. И вот этот самый Мамай, то ли кореец, то ли китайец, а может, ни то, ни другое, он пришёл к власти в Орде на короткое время. Был, надо сказать, он просвёщённый человек. С работами Ибн Хальдуна был знаком, так же, как и, наверное, Министерство финансов Соединённых Штатов. Ну, может быть, Минфин Соединённых Штатов пользуется и другими источниками, но, в принципе говоря, в этих других источниках написано то же самое, что и у Ибн Хальдуна, это уж не важно. Вот, и он, значит, друг у него был, он был в хороших отношениях с Дмитрием Ивановичем, прозванным позднее Донским. А Донским он был прозван за то, что одержал победу над Мамаем в более позднее время. Дружба-то и кончилась. И вот этот друг его решил поставить эксперимент. Друг Мамай, Мамай, друг. Друг Билл с другом Дмитрием и решил поставить эксперимент. Давай, говорит, друг Дмитрий, уменьшим выход. Назывался это выход, то, что собирать должен был, значит, московский князь и отдавать в Орду. Давай мы этот выход уменьшим. Я вот вам так скажу. Есть такая книга, она издавалась в конце советской власти. Такое было академическое издание «История Европы». И вот там, значит, история, средневековая история Европы. И вот там, значит, вот в этом вот средневековой истории Европы есть карта плотности населения, вот как раз в те времена примерно, на вот в Восточной Европе. Ну, вообще в Европе. Из истории Европы. Значит, самая высокая плотность вдоль Средиземного моря. Потом так вот перешли за Альпой. Туда вот там, значит, уже что? Германия, Польша, Чехия, Словакия. Ну, по нашим понятиям, Венгрия. Там уже население поменьше. Ну, на русской уравнении ещё меньше. А на этой русской уравнении такой провал. Московское княжество. Вот и Рязанское – нормально. А вот там мало народа. Потому что московские князья дань же собирали для монголов, платили. Ну, скажем, Рязань не платила, а вот эти платили. Он был за то, за то крышу имел хорошую. Крышу. Мог делать, что хочешь, ему за него всё ещё монголы заступятся. Ну, придут и там, ну, покажут букву. Вот. Ну, вот так вот они вот жили. Вот. Ну, говорит, давай, говорит, мы в лучшем положении. А то народ от тебя бежит, прогревается никакого. Снизим, говорит, выход. Говорит, давай. Ну, это сейчас там, знаете, играет там, давайте там 3% добавим, 2% убавим. Да так, говорит. Тогда таких понятий не было. Тогда серьёзно меняли, типа, разы. Вот. Снизили. А Дмитрий Иванович стал собирать прежние деньги, а отдавать меньше. Остальное себе оставил. Под эту бирку-то собирал, собирал. Видите, толку-то никакого нет, мама, это. Ну, он-то думал, сейчас меньше собирать будет, и у него, соответственно, больше будет, в конце концов, выехать. Всё по теории. Хотел жить-то. Ну, дошло до него, наконец. Может, кто пожаловал. Всё-таки он был, так сказать, ну, вот, по нашим понятиям, царь. Да? Царь. А эти были князья. Вот. При нём. И вот дошло до него, и мама это и говорит. Давай, говорит, на разборку. Ну, народ тогда был такой... Часто конкретный. Вот. Забьём, говорит, стрелку на куликовом поле. Тут надо вам сказать, что такое слово поле означает. Это не вот тебе поле там, футбольное, или поле, там, колхоза-борец. Вот. Это, значит, тогда полями называли территорию. Вот вокруг неё лесная почва, а это вот чернозём, степная почва. Эти, значит, ну, там, на юге, там, степи, степная почва, чернозём. А к северу идёт на постепенную, ну, вот как-то вот, меняется на почву лесную. И вот эти вкрапления чернозёма, поля, а самые северные, это около Суздаля. Вот Суздаль, он окружён чернозёмными по почве. Вот. Вот это вот в Тульской области, по-давашему, да, в нашем куликовом поле. И вот на это куликовом поле-то забили стрелку. Дальше, что вы всё знаете, разборка кончилась тем, что Мамайу пришлось бежать, спасаться. Вот. И там тоже попал он под раздачью у себя в Золотой Орде. И ему пришлось в Литву бежать, да, вот в Литве. В Литве его потомки, сам-то он где-то был убит, а его потомки в Литве жили, стали они там глинскими, князьями, по-моему. И вот на одной из этих самых глинских женился царь Василий Иванович, отец Ивана Васильевича Грозного, Ивана Васильевича Четвёртого. Молодая красивая жена родила ему, значит, Ивана Грозного. Вот это он потом к Мамайе, я к чему говорю-то, про молодую красивую жену. Потом и к Мамайе он был. Елена Глинская её звали. Елена Глинская. Вот такая вот история. Так что, видите, всё тут переплелось. Вот, как видите, науку на Руси-то применять лучше не надо. У нас вот с тех пор вот приходят люди всякими теориями, науками. Давай так сделаем. Мы говорим, давай. А потом сами всё в себя тянем. Вот как и надо. Вот давай, сейчас вот. У них-то так получается, сейчас у нас получится. Ну, вы знаете, это уже, ну, я уж не вспоминаю о том, что нас коммунизм строили, социализм строили. Ну, в общем-то говоря, пользуемся той же самой теорией, что пользуются социалистические партии Европы. Ну, вот сравнить жизнь в Европе, их европейский социализм западный, да, вот, с нашим, никакого сравнения. А ведь источник всё один и тот же, марксизм и во все эти вот эти социальные учения. И вы будете смеяться, но вот второй интернационал, который обосновал Энгель взамен первого, он, значит, до сих пор существует. Это интернационал этих самосоциалистических партий Европы. Вот у нас не получилось. Теперь нам, значит, из Америки всякие рецепты шлют. Вот ещё, вон, к кому у вас ходят, Таня, к арабскому халифату, к арабской учёности. Тоже не прививается. Вот первый раз к нам попробовали привить западные, ну, вот такие, научные, не западные, научные, так сказать, методы, Мамай. И кончилось тем, что он побежал. Да, коррупция у нас неистребима. Неистребима коррупция. Вот такие дела. Ну, жаль, что не прививается к нам учёность. Ну, главное, чтобы вы знали, про что она есть. Знали в случае чего, как её преодолеть вашими методами, если... Или попытаться в очередной раз набить шишки и попытаться её внедрить. Решайте сами. Ну, вот и рассказал я вам вывод один такой, с одной стороны, про нас. А с другой стороны, другой вывод. А видите, какая арабская наука-то была. О, серьёзная была наука-то. Вполне себе. Такого мирового уровня, как оказалось. Ну, не забудьте поддержать меня. Вообще, в классических культурах, да, вот принято помогать мудрецам, особенно, так сказать, нищим мудрецам, как я. Вот не забудьте, поддержите меня. У меня внизу для этого есть номер счёта в Сбербанке. Туда вы можете регулярно платёж заказать вашему банку. Номер Сбербанковской карточки. PayPal есть. Яндекс.Деньги, Киби, кошелёк, кошелёк ВКонтакте. Есть ещё Donation Alerts. Тоже хорошая система. А на PayPal, кстати, можно и за границу переводить по-моему. Вот за границу переговорить скоро будет нельзя. Так что вы, товарищи, которые россияне с PayPal, можете мне перевезти деньги, потом вам нельзя, будет платить им. Всё равно никуда. Вот. Спасибо вам большое, что послушали меня. Спасибо тем, кто меня поддержит. Вот да. Да благословенно будут их дни на земле. Всех благ.